И всем привет ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, и сегодня вместе с вами мы в очередной раз обсудим то, что у нас происходит на сегодняшний момент времени в игре. Вчера впервые за долгое время у нас появилась новая проблема и новая ошибка, которой у нас не было до этого, которая полностью блокировала вход в игру. И если раньше у нас была возможность прогружаться в бой, то при новой ошибке у нас срабатывал полный блокиратор входа, и по сути это, ну наверное новая стадия ДДОСа, которая появилась у нас со вчерашнего дня. На момент записи этого видеоролика утром еще игра у нас пока стабильно работает, но что-то мне подсказывает, что уже чуточку позже, как всегда у нас с обеда плюс-минус до вечера, снова будет вся та же самая проблема входа в игру. И максимально грустно уже наблюдать это все дело, если честно. Максимально грустно, да, то есть уже прошло у нас получается полторы недели, и эта проблема приближается к самому длительному решению ее. И абсолютно непонятно, с чем это вообще связана такая долгая продолжительность решения, так как, ну по сути до этого все ДДОС атаки решались довольно-таки быстро. Менялись сервера, и на какой-то период времени игра, ну переставала чувствовать все проблемы, все ДДОСы и прочие вообще нюансы, которые происходят в этой ситуации. Сейчас же ситуация обстоит, ну по ощущениям, намного хуже, да, и уже на протяжении, получается, ну где-то полторы недели, наверное, да, где-то полторы недели не работает у нас стабильная игра, где-то по полдня она лежит, и без возможности входа вообще в целом, и непонятно вообще, когда все это дело решится, да. Абсолютно непонятно, когда все это дело решится, потому что нет никакой информации от Ореха, никакой. Не о том, что компенсация будет, не будет, в каком количестве она будет, да, была только информация о том, что там после решения проблем мы решим проблему там компенсации, мы обсудим компенсацию, мы дадим какие-то новости. То есть, на мой взгляд, в такой ситуации, когда, ну вот, происходят такие проблемы, когда у большого количества игроков непонимание происходящего, ты в первую очередь должен выкатывать эту информацию с компенсацией. То есть, например, вот за каждый день то, что у нас игра стабильно не работает, будет начислен там один премиум день, один день према, там, например, там какое-то количество звезд, там, условно, 30 звезд, там, 20 контейнеров, там, 50 танкоинов, да, и вот в этом духе. То есть, чтобы у каждого игрока была, ну, не такая жесткая, агрессивная, негативная позиция, да, то есть, чтобы он понимал, что да, хорошо, у проблемы, у игры есть проблемы, игра решает эти проблемы, и за эти проблемы я точно получу компенсацию, да, то есть, я получу за это бонус, и, в принципе, у меня не будет такой негативной точки зрения. То есть, в моем понимании, именно так должна строиться правильная коммуникация разработчиков с игроками, чтобы ни у кого не оставалось, во-первых, вопросов, во-вторых, позиция полностью негативная менялась на умеренно позитивную, да, то есть, чтобы мы четко знали, что происходит, что проблему решают, и то, что за эту проблему каждый игрок получит определенное количество компенсаций. В каком виде? В виде дополнительных миссий, либо просто как награда, ну, это уже пусть решают, условно, там, орех разработчики, да, ну, в моем понимании, даже вот с точки зрения миссии, это будет правильно, да, то есть, не просто как вот приз, то есть, например, там, компенсация за DDoS-атаки, там, и заберите свою награду за то, что там проявили терпение, да, а чтобы каждый игрок выполнял задание, которое он бы выполнял бы на протяжении всего этого времени, потому что, по сути, сейчас у нас идут ивенты, да, идут ивенты с мини-игрой, и у каждого игрока есть желание получить хорошие ценные награды, да, но кто-то просто-напросто не может участвовать в этом всем деле, потому что тогда, когда он заходит в игру, игра просто-напросто не работает, да, это, конечно, максимально грустно и печально. У меня вообще даже не прогружает мини-игру, не показывает, сколько у меня здесь ходов, почему не показывает, я, честно говоря, не знаю, какая-то вообще ошибка, походу игра просто уже не работает, да, или что, не знаю, мини-игра у нас не работает, просто не работает. Так что максимально грустно все это дело наблюдать на сегодняшний момент времени, большое количество игроков заходит и спрашивают у меня постоянно, то есть, что происходит, когда, чего будет решено, а у меня нет ответов на вопросы, нету, у меня нет ответов на вопросы, я сам, так же, как и вы, ничего абсолютно не знаю, но надеюсь, что в ближайшее время уже все это дело решится, потому что, как я уже сказал, максимальный период времени, когда у нас с первого дня по до последнего дня решения проблемы были вот такие вот моменты, это, ну, где-то около двух недель, да, сейчас уже где-то полторы недели у нас прошло, момента начала первых додоса так, и уже, по идее, эта проблема должна решаться, должна решаться в ближайшем будущем, ну и должна видеться с очень и очень хорошей компенсацией, потому что без компенсации такие проблемы уже будут не то, что испытывать негативный характер, но будут абсолютно непонятны для большинства игроков. Пишите, что вы думаете по этому поводу, какие у вас мысли, я не перестаю обсуждать эту тему, потому что на сегодняшний момент времени это самая актуальная тема, которая есть, если мне ежедневно и на стримах, и под видосами пишут, что происходит, мы эту тему и обсуждаем, поэтому пишите, если ждете такое же скорейшее восстановление серверов, как и я, и ждете компенсацию, максимальную активность на данный видеоролик проявляйте, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, участвуйте в розыгрыше по тегу, вся информация по нему есть тоже в описании, ну и пишите в комментариях, какую вы видите компенсацию и согласны ли вы с моей точки зрения. Ну, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!